В январе Калифтине Михайловне Весниной с просьбой одолжить 500 тысяч рублей обратилась ее многодетная подруга. Такой суммы на руках у пенсионерки не оказалось. Из-за этого пришлось оформить краткосрочный заем на 4 месяца. Выплачивала его все та же знакомая. Платежи вносила стабильно 3 месяца подряд, пока случайно не узнала, что фирма внезапно остановила свою деятельность. Руководитель микрофинансовой организации, он признан подозреваемым. И в постановлении о признании этих женщин потерпевшими, там четко прям говорится о том, что организация обманным путем выманяла квартиры, не собираясь возвратить назад, нанесла ущерб, продала там и так далее. По словам обманутой пенсионерки, недобросовестные сотрудники микрофинансовой организации вместе с документами на заем оформили еще и договор купли-продажи на квартиру женщины. Свои действия Алифтине Михайловне объяснили просто. Ее жилье остается в качестве залога. Эта кредитная организация сомнений никаких не вызвала, потому что я видела баннер на северо-западной Юрина висел. То есть это широкой публике было, а потом в интернете организация зарегистрирована. Я и баланс смотрела, в смысле нормально все, даже подвоха не было. Да, договор займа и сделки, но договор займа как такового они не оформляли бумажную. У меня ни одной бумажки нет. В феврале в доме Алифтины Михайловны раздался тревожный звонок. На пороге стоял руководитель компании-заемщика вместе с нынешним собственником ее квартиры. Мужчины требовали у пенсионерки как можно скорее покинуть некогда принадлежавшее ей жилье. После случившегося пенсионерка обратилась в суд. Гражданское дело в части признания договора незаключенным, ее требования были не удовлетворены, то есть отказано удовлетворение исковых требований. Дело ее не завершено до конца. Когда будет проследовано до конца уголовное дело, я полагаю, что квартира Весниной будет возвращена. В своей беде Алифтина Веснина не одинока. За последние полгода в Алтайском крае аналогичных случаев все с этой же кредитной организацией было около семи. И это только те, кто обратился к правоохранителям. Что же касается нашей героини, 8 октября состоится пятое заседание по ее делу. Суду еще предстоит выслушать оставшиеся доказательства и окончательно решить, останется пенсионерка на улице или нет. Евгения Князева, Антон Червяков, Алексей Шаульский. Новости. 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 Продолжение следует...